Сентябрь в столичном регионе стартовал с холодной и дождливой погоды. Резкая смена климата поспособствовала более раннему распространению острых респираторных и вирусных заболеваний. О начале эпидемиологического сезона поговорим с врачом-инфекционистом Татьяной Корякиной. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. А так ли это, что вот с приходом осени у вас увеличивается количество пациентов? Да, но с уступлением холодов количество пациентов, конечно, увеличивается. И осенний-зимний период, он всегда способствует увеличению заболевания острым респираторным и вирусным инфекциям. Также в преддверии наступления зимнего периода это увеличение заболеваемости гриппом. Сейчас много вызовов на дом или вот приходят к вам пациенты? Ну, конечно, увеличилось количество вызовов врачей-педиатров на дом, ну, а также и посещение пациентов увеличилось и в поликлинике. Это категория, то есть школьники, наверное, да, дети младшего? Это дошкольный возраст и школьники. А какие меры профилактики, то есть есть ли они? Неспецифическими мерами профилактики это ведение здорового образа жизни. То есть достаточный сон не менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе, правильное питание. То есть у нас в рацион должны входить овощи, фрукты, продукты, богатые витаминами, микроэлементами. Также прогулки на свежем воздухе и, конечно же, соблюдение правил личной гигиены. Частое мытье рук и, конечно же, если невозможно это осуществить, то обработка дезинфицирующими средствами. Конечно же, мы должны избегать массового посещения, скопления людей. Вакцинация как-то помогает или только вакцинация от гриппа? Вакцинация, конечно же, в первую очередь направлена на предупреждение развития гриппа. Но помимо того, что защищает нас она от гриппа вакцинации, также она защищает нас и от вирусных заболеваний. В состав некоторых вакцин всходит такое вещество, как полиоксидоний. Он является иммуномодулятором и, соответственно, защитит нас не только данные вакцины от гриппа, но также от ОРВИ. Татьяна Владимировна, а можете назвать вакцины, какие есть в нашей поликлинике? Ну, вообще, существуют разные вакцины. Основными в прошлый сезон мы провели грипполом, сови-гриппом. В данный момент в поликлинике имеется в наличии вакцины ультрикс-квадри. Это четырехвалентная вакцина, тогда как сови-грипп и гриппол – это трехвалентная вакцина, которая нас защищает от двух штаммов вируса гриппа А. Это H1N1, так называемый в простонародье свиной грипп. И H3N2 – это сезонный грипп. И плюс штамм вируса гриппа В. В ультрикс-квадри защищает нас от четырех штаммов, как я уже сказала. И она защищает нас от двух штаммов гриппа А – это H1N1 и H3N2. И плюс два штамма вируса гриппа В. Татьяна Владимировна, спасибо, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-инфекционист Татьяна Корякина. И мы говорили о начале эпидемиологического сезона.